Здравствуйте! Я рад приветствовать вас в библиотеке Гоголя. Меня зовут Кочуров Артем Александрович. Я проектный менеджер библиотеки Гоголя, литературовед, филолог, недавнем в прошлом педагог. Сегодня я проведу для вас киновечер в рамках фестиваля «Книжный маяк Петербурга». Называется наш киновечер «От отца к сыну» о стихах Арсения Тарковского в фильмах Андрея Тарковского. Формат «Киновечер» — это нечто среднее между лекцией и кинопросмотром. То есть мы непосредственно фильмы смотреть не будем, но посмотрим фрагменты. Полноценную лекцию, рассказывающую о всех аспектах жизни и творчества писателя и поэта, отца и сына, я тоже не смогу рассказать в рамках часа, даже чуть меньше. Поэтому это нечто среднее. Я скорее хочу оставить у вас некоторые впечатления, о Арсении и Андрее Тарковском, об их творчестве, об их непростых очень взаимоотношениях, чтобы в будущем вы, возможно, могли бы заинтересоваться их творчеством, если еще нет. И сразу начну с вопроса, так как недавно, все-таки говорил, был педагогом. Заполняли ли вы когда-нибудь анкеты? В школе, например. Одноклассники передавали вам анкеты, говорили писать имя, что-то такое. Вот. Кто-нибудь помнит, что он писал там, например, «Какой любимый цвет?» Или «Какой любимый фильм?» Может быть, «Животное?» Нет. Но так или иначе... Но так или иначе такая вещь существует. Вот когда Андрею Тарковскому было 32 года, он заполнил анкету Марселя Пруста. Ну, Марсель Пруста эту анкету не составлял, просто ответы на эту анкету, которая в его время была очень популярна, в 19-меке вообще очень любили всевозможные анкеты заполнять, публиковать их. Она состояла из 37 вопросов и раскрывала, ну, в общем-то, обычные вещи. Предпочтения, вкусы, цели в жизни, убеждения, те, кто ее заполняет. И так, например, на вопрос «Ваш любимый литературный герой?» Андрей Арсеньевич ответил «Князь Мышкин» из романа «Достоевский идиот». Полностью с ним согласен. Тоже мой любимый. На вопрос «Как бы вы хотели умереть?» он бы отвечал во сне, в своей постели. Почти угадал. Через 22 года он действительно умрет во сне, но, к сожалению, от рака легких, и не в своей постели, а в постели парижской клиники. А вот на вопрос «Ваш девиз?» Тарковский ответил «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Второй раз Андрей Арсеньевич заполнял эту анкету спустя 10 лет, когда ему было 42 года, и в двух опросниках этих совпадают только ответы на два вопроса. Первый – это любимый цвет, он сказал, зеленый. И любимый писатель, как думаете, кого он ответил? Достоевский, еще может быть вариант. Ну, близко, кстати. Очень близко. Самый, на самом деле, стандартный ответ, как будто бы. «Бог». Практически. Я был бы рад, но еще более, наверное, даже стандартный. «Пушкин». Да, он ответил «Пушкин». И когда эту анкету увидела сестра, Андрея Марина, она на самом деле удивилась, потому что она думала, что он там напишет имя своего отца. Но не написал. Написал Пушкина. И почему это, может быть, показалось странным? Потому что в своих фильмах он часто обращается именно к творчеству своего отца. На самом деле, одного из величайших поэтов 20 века, Арсения Тарковского, которого переведен на множество языков, действительно его знали и любили в то время. Практически наравне с Бродским. Может быть, даже отчасти и больше. Так вот, в его главных фильмах, это «В зеркале», это «В сталкере» появляется как раз-таки стихотворение отца. Мы сегодня немножко поговорим именно о «В зеркале». В остальных фильмах я бы тоже хотел, но не успею. Так вот, «Зеркало», интересно, это самая личная картина Андрея Тарковского. И настолько личная, что он даже просит своего отца лично исполнить, прочитать свои же стихотворения. Поэтому мы с вами сегодня посмотрим фрагмент из этого фильма. И голос за кадром, это будет голос Арсения Тарковского. О чем же может это говорить? Что вот использует творчество своего отца, очень любит его, много про него говорит, но написал Кушкин. Ну, не знаю, о чем это может говорить, но как минимум, может быть, отчасти показывает, что какое-то непростое у них было взаимоотношение. Вначале поговорим немного о биографии Андрея и Арсения. Они такие у нас будут, зеркальные. Андрей Тарковский родился в 1932 году в селе Завражье, недалеко от города Юривец. Естественно, в семье Арсения Тарковского и Марии Ивановны Вишняковой. Спустя два года появилась на свет его сестра Марина, о ней мы уже сказали. А еще через год Арсений Тарковский покидает семью. И это становится одной из главных трагедий в жизни Андрея, в жизни Марины и их матери. Ну и самого, конечно же, Арсения. И как раз-таки об этом, обо всем, вот можно узнать из этой замечательной книжки. Это книга Марины Тарковской. Собственно, Тарковские осколки зеркала. Книгу эту можно взять у нас в библиотеке, прочитать. И там, конечно, все это гораздо подробнее узнать. Как раз-таки информацию про анкету я брал оттуда. Несмотря на распад брака, у Марии Ивановны, вот здесь она изображена, здесь Марина, младшая сестра Андрея. Марии Ивановны хватило как-то мужества и духа, даже не знаю, чего хватило, но всего хватило, чтобы воспитать, во-первых, двух детей самостоятельно в тяжелые годы. И, более того, воспитала она их в любви к отцу. Марина очень любила отца. Про Андрея дальше будем узнавать. Друзья семьи говорили, что отношения между Марией и Арсением Тарковским были не столько супружескими, сколько от Марии к Арсению материнскими отношениями были. Она оправдывала его во всем, не только перед детьми, но даже перед самим собой. То есть, каждый раз, когда есть письма, их друг другу замечательные, очень лиричные, и в них видно, как Арсений часто извиняется за многие оплошности в своей жизни, а она ему говорит, что, ну, проще говоря, что все хорошо, ты делаешь все правильно, ты гений, ты твори. И можно во многом сказать, что благодаря Марии, матери Андрея Тарковского, сохранилась вот такая сложная, но неразрывная связь между отцом и сыном. Позже Андрей, отвечая на вопрос о влиянии отца, скажет, что он, конечно, полностью обязан своим воспитанием матери, но, цитата, отец действовал в каком-то биологическом, подсознательном смысле, имел какое-то внутреннее влияние. Судьбы отца и сына во многом были схожи. Детство обоих пришлось на тяжелые, на очень тяжелые годы. Арсений Тарковский, который родился в 1907 году, рос, понятно, в эпоху слома старого уклада жизни, но по его воспоминаниям, вот с того времени он взял самое ценное, самое дорогое и доброе. Андрей же Тарковский родился, до детства свое провел во времена Великой Отечественной войны, без отца, и ему действительно было очень тяжело. И еще одна такая параллель, что оба они, ну, в кавычках, но все-таки можно так сказать, что разрушили свои семьи, и оба были абсолютно одержимы искусно. Почему разрушили свои семьи, Арсений ушел от своей семьи первой, а у Андрея было в жизни три брака, об этом тоже чуть дальше скажу. И в отношениях отца и сына Андрей все же был, как сам Андрей признавался, больше сыном, чем Арсений был отцом. То есть, сохранилось письмо Андрея к отцу 42-го года, когда Арсений был на фронте, он участвовал в Великой Отечественной войне, был, кстати говоря, там очень тяжело ранен, и после этого всю оставшуюся жизнь ходил с палочкой. Так вот, сохранилось письмо одно очень интересное, очень лиричное, от Андрея, совсем еще маленького. Здесь сохранена орфография и пунктуация, которая была в письме, поэтому ошибки, в общем-то, из-за этого. «Милый папа, мама ходила в деревню и принесла черники, земляники, но ягоды очень далеко, и мы туда не поедем. Бабушка разбила ноги-коленки, и Марина ставила ей компрессы. Мы сегодня собираемся в деревню Жуковку, если не будет дождя. Привет от бабушки. Целую крепко-крепко. А.Т. Здесь, совсем еще мальчишка, Андрей пишет о том, что происходит здесь и сейчас, о том, что будет у них завтра, о том, что хочется сказать живую отцу без бумаги. Пишет о малых родных событиях отцу на фронт, трогательно обращаясь к нему «милый папа». Андрей всегда потом говорил и писал о том, как ему не хватало отца, но он же вспоминает из события 1937 года, когда отец пришел домой и была у них там страшная ссора с Марией, и он требовал, кричал, чтобы она отдала ему сына. И Андрей, говоря, вспоминал о том, что он бы ни за что не хотел бы жить с отцом, но при этом писал ему такие письма. То есть вот эта двойственность в их отношениях была всегда. Реальный отец часто пугал Андрея, он его в детстве, по крайней мере, не всегда понимал. А в творческом куличе, ну, письма можно же назвать, да, творчеством, он, наоборот, там его любил. То есть получается, что в некотором роде образ отца у него был положительный, а реальные отношения, ну, можно сказать, отрицательные. Ну, вот эта двойственность появляется. Мучения в разрушенной семье, естественно, преследовало всех. И Арсения, и Марию, и, конечно же, детей Марину и Андрея. И вот этот клубок непроработанной боли и любви при этом постоянно преследовало Андрея Тарковского. И как раз-таки здесь вы видите кадр из фильма «Зеркало», где он обращается именно к этой теме. Ну, называют это действительно одним из самых личных фильмов Андрея, потому что тут он буквально рассказывает историю своей семьи, но в образах, допустим, женщины угадывается не только мать Андрея, но и его жена. В образах мужчины не только отец, но и он сам. То есть эти параллели двойственности он тоже здесь проводит. Фильм этот снят был в 1974 году, через несколько лет после развода с его первой женой Ирмой Рауш. И в этой картине Арсений Тарковский много раз пересматривал этот фильм. Я повторюсь, что он озвучивал свои же стихотворения в нем. И он признавался, что каждый раз, когда он его смотрел, он делал это с пачкой валидола на столе, потому что, ну, видимо, очевидно, настолько ему было тяжело, но почему-то всегда к этому тянуло. Пересматривал он его там то ли 15, то ли 16 раз, точно не помню. И фильм этот являлся одновременно как бы и упреком отцу и самому себе, и одновременно оправданием. Но оправданием через главное чувство, которое прослеживается в творчестве и у Арсения, и у Андрея. Это чувство любви и веры. Существует такая вот интересная фотография диптих, так называемый двойной зеркальный портрет. Здесь мы видим молодого еще Арсения и совсем юного Андрея. И как бы получается, в кадре Арсений смотрит прямо на нас, и в зеркале отражается в другую сторону. А там наоборот, Андрей смотрит в другую сторону, и Арсений отражается на нас. И практически во всех своих фильмах Андрей Тарковский так или иначе обращается в прошлое, к теме прошлого, к детству, к своим переживаниям и воспоминаниям, и в целом, наконец, к истории. Например, его фильм «Андрей Рублев». И через все его фильмы проходит также тема, естественно, отца и сына, тема «Возвращение я». В 1957 году Андрей женился на своей сокурснице по ВГИКу Ирме Рауш. О ней мы уже говорили. В дальнейшем она сыграет в «Андрее Рублеве» роль дурочки. Это не мое отношение, так зовут персонажа. Между ним и отцом произошел как разлад из-за этого брака, который, в общем-то, жизни их в физическом смысле разделил. Но в духовном у них постоянно были перепалки, потому что Андрей, Арсений, прошу прощения, не хотел, чтобы Андрей выходил, женился на Ирме. И у них там возникла сложная ситуация с материальным состоянием Андрея, потому что Арсений упрекал его в том, что Андрей пишет к нему и обращается к нему только тогда, когда тому нужны средства на жизнь. Хотя на самом деле это совсем было не так. И вот как раз-таки после этой ситуации Андрея сподвигло написать очень искреннее и личное письмо отцу. Я вот зачитаю отрывочек из этого письма. «Я всю жизнь любил тебя издалека и относился к тебе как к человеку, рядом с которым я чувствовал себя полноценным. Нет и не было верно сына, который бы любил тебя, то есть отца, больше, чем я. Но вот в чем я тебя упрекну. Не сердись за слово «упрекну». Ты всю жизнь считал меня ребенком, мальчишка, а я втайне видел тебя другом. То, что я обращался к тебе только когда мне было нужно, это печальное недоразумение. Если бы можно было, я бы не отходил от тебя ни на шаг. Тогда ты не заметил бы, что я у тебя просил что-то и искал выгоды. Ты пишешь о своей заботе обо мне как о денежной помощи. Неужели ты настолько груб, что не понимаешь, что забота — это не всегда деньги? Я тебе повторяю, если ты не поймешь, что я не допускаю с сегодняшнего дня в наши отношения деньги, мы поссоримся и никогда не увидимся. Я никогда не уверен в твоем расположении ко мне, в дружеском расположении. Поэтому мне было очень часто неловко надоедать себя. Я редко виделся с тобой поэтому. Поверь, что мне нужен ты, что мне нужен ты, а не твои деньги. Будь они прокляты. Ты говоришь о том, что тебе осталось немного жить. В это время Арсений... Ну, действительно, ему остается совсем немного жить, потому что он смертельно заболевает. Он находится в больнице. «Милый мой, я понимаю, что только большая обида могла заставить коснуться тебя этой темы. Какая я сволочь! Прости, дорогой, скажи, что мне сделать, чтобы ты прожил как можно дольше? Что от меня зависит?» В конце, приближаясь к концу уже своей жизни, Андрей эмигрировал из СССР по многим причинам. Фильмы его запрещались к показу, мешались съемкам и так далее. То есть ему было тяжело в этом плане. И последние два своих фильма он снял в Италии и Швеции. То есть это письмо было из эмиграции. Действительно, для него это был страшный очень выбор остаться либо на родине, где он не видел для себя возможности работать и творить, или бросить всех – отца, детей, друзей – ради работы и ради предназначения художника, который он остро ощущал. Последние письма отца к сыну, его ответ, пронизаны болью о невозможности изменить судьбу, которая все время шла за ним по пятам. Арсений Александрович пишет сыну ответ. Тогда Арсений Андрей находился в Италии. «Дорогой Андрей, мой мальчик, я очень встревожен слухами, которые ходят о тебе по Москве. Я себя чувствую очень постаревшим и ослабевшим. Мне будет в июне 77 лет. Это большой возраст, и я боюсь, что наша разлука будет роковой. Возвращайся поскорее, сынок. Как ты будешь жить без родного языка, без родной природы, без маленького Андрюши, без Сеньки?» Это дети Андрея. «Так нельзя жить, думая только о себе. Это пустое существование. Не забывай, что за границей, в эмиграции, есть только и самые талантливые люди, кончали безумием или петлей. Мне приходит на память, что я некогда перевел поэму гениального Махтумкули «Вдали от родины». Бойся стать несчастным из несчастных, изгнанником, как он себя называл. Папа А.С., который тебя очень сильно любит». Андрей Алексеевич пишет ему ответ. «Дорогой отец, мне очень грустно, что у тебя возникло чувство, будто бы я избрал роль изгнанника и чуть ли не собираюсь бросить свою Россию. Может быть, ты не подсчитывал, но ведь я из 20 с лишним лет работы в советском кино около 17-ти был безнадежно безработным. Потом я вовсе не собираюсь уезжать надолго. Я уверен, что все кончится хорошо. Я кончу здесь работу и вернусь очень скоро. Целую тебя крепко-крепко, желаю здоровья и сил. До скорой встречи. Твой сын, несчастный и замученный, Андрей Тарковский». Ну, собственно, отец и сын, как мы уже понимаем, никогда больше не виделись. Андрей Арсеньевич умер в Париже в 1986 году, а Арсений Александрович пережил сына почти на три года, который очень сильно страдал из-за своей болезни и из-за, собственно, факта смерти сына. Перед ними, перед отцом и сыном всегда стоял выбор между судьбой художника и судьбой человека. Но, следуя судьбе художника, каждый из них сохранил кровную любовь, которая, быть может, не была бы такой сильной, если бы не постоянная вынужденная разлука, расстояние, обстоятельства, если бы не постоянная нехватка этой любви. И теперь мы посмотрим как раз-таки фрагмент из фильма «Зеркало» и немного о нем поговорим. Итак, сейчас я их настрою. Свидание наше каждое мгновенье мы праздновали, как Богоявлете, одни на целом свете. Ты была смелее и легше птичьего крыла, поездница, как дыру окружений, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирену в свои владения с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дорована, алтарные врата отворены и в темноте светилась и медленно клонилась на гота. И просыпаясь, будь благословенна, я говорил и знал, что дерзновенного я благословенье ты спала и тронут веки синевой вселенной к тебе серень тянулась со стола. И синевое тронутые веки спокойны были и рука тепла. А в хрустале пульсировали веки, дымились горы, брежели моря, и ты держалась ферру на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и Боже правой ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневные человеческие слова, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово ты раскрыла свой новый смысл и означала царь. На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кубшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом в городах. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба послед ушла за нами, как сумасшедший спритвый в руке. Так, собственно, это, наверное, один из самых популярных фрагментов из фильма «Зеркало». На первом кадре, собственно, что здесь вообще происходит? Ну, наверное, даже если я вам расскажу весь сюжет этого фильма, так сказать, про спойлерю, ничего из этого не изменится, потому что суть Андрея Тарковского, как и Арсения Тарковского, это наслаждение у одного словом, у другого кадром. То есть, здесь все построено на том, как вы воспримете эту сцену. Если все-таки сказать о сюжете, то здесь просто показано, как мужчина уходит от женщины. Вот в самом общем виде. вообще сцена начинается с того, что женщина, она же мать, она же жена, она сидит на заборчике деревянном, к ней подходит мужчина ни из ниоткуда и садится рядом с ней. Они сидят, молчат. Под их тяжестью тело заборчик ломается, они падают, и мужчина говорит ставшую тоже популярной цитируемой фразой, что как приятно иногда бывает упасть с красивой женщиной. Потом между ними завязывается диалог, и затем он уходит. Она плачет. То есть это в таком тоже общем самом виде показано, наверное, момент зарождения отношений, их какого-то развития и их финала. И все это сопровождается как раз-таки стихотворением Арсения Тарковского, суть которого, в общем-то, сводится к тому, чтобы передать ту же самую эмоцию. И оно, что интересно, тоже написано, как раз-таки он ее писал для своей жены Марии. Это редкий для него на самом деле случай. Он очень редко когда посвящал кому-то стихотворение, но если кому-то и посвящал, то обычно это была Мария. Как раз-таки в нем рассказывается о их прошлом, настоящем и, собственно, будущем. И все это Андрей Тарковский укладывает как бы в один кадр, в одну сцену, совсем небольшую. И вы могли заметить, что там очень часто появляется у него даже в этой небольшой сцене дважды мы как минимум видим какую-то жидкость, воду, вообще так или иначе. Обычно она у него либо разлита где-то, либо это слезы. Здесь было и то, и другое. Вот у Андрея Тарковского вода это один из основных образов, которых он использует. Ну, потому что, как мы самым знаем, вода обычно у нас что символизирует? вопрос в аудиторию. Жизнь, да, ну и текучесть, то есть она и время, и саму жизнь, и время, и текучесть ее. Плюс вода, мы знаем, переходит из одного состояния в другое, как минимум три их есть, да. Так же, как и жизнь, переходит нас постоянно из одного состояния в другое. И посмотрим еще один фрагмент из этого же фильма, снова звучат, снова звучит стихотворение Арсения Тарковского. Всем слышно? Громкость хорошая? Причувствиям не верю, и примет я не боюсь, ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все, не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только я и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете, мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертий косяком. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него, и дом построю в нем. Вот почему со мной ваши дети, и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку. Грядущее свершается сейчас, и если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью, ключицами своими подпирал, измерил время землемерной цепью, и сквозь него прошел, как сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал, мы шли на юг, держали пыль над степью, бурьян чадил, кузнечик, баловал подковы, трогал усами, пророчил, и гибелью грозил мне, как монах, судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас в предыдущих временах как мальчик предстою на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда пьёли тучи игла. Меня как нить по свету не вела. И второе стихотворение прозвучавшее в этом фильме в общем-то тоже повторяет эту тему текучести жизни и только больше упор делается на судьбу. показываются фрагменты из военной кинокроники. Мы помним, что Андрей Арсений Тарковский воевал на фронте. И как раз таки вот в этой вообще части фильма Андрей пытается встроить образ человека, вот личности, пытается встроить его во время. То есть показать, как человек конкретный один, личность, как на него может влиять окружение, время, на его жизнь. И вот кстати в этом кадре тоже он такой хрестоматийный. Угадывается отсылка на может быть кто-то знает на какую картину. опять двойка? Ну может быть. Может быть. Но это картина Питера Брейгеля «Гуляния». Как раз таки Брейгель один из любимых художников Андрея Тарковского. Только здесь она как бы эта картина весь вы ее посмотрите я вот надо было бы наверное ее сюда добавить чтобы показать там в общем-то представлено тоже массовое скопление людей там все катаются на коньках то есть какие-то происходят гуляния игры то есть показывается жизнь в таком вот ее каком-то первозданном виде когда все веселятся и здесь происходит такой омаж на эту картину так что ж на этом у меня по времени на этом по времени у меня все если у вас какие-то вопросы или какие-то мысли или пожелания или что-то вообще что хочется спросить может быть связано не только с Андреем Тарковским может быть в целом скинул вот кстати когда еще лекция не началась у нас вот на этом экране это у нас интерактивная карта на ней просто для создания такого антуража я пока спроектировал фрагмент из фильма его Андрей Рублев и на самом деле это вот из всего Тарковского у меня это любимый фильм я наверное больше всего рекомендую посмотреть его потому что зеркало оно я не скажу на любителя но надо какую-то подготовку иметь надо понимать что это должен быть отдельный вечер когда вы садитесь и готовы да очень расслабленно смотреть именно смотреть не понимать может быть вот там чувствовать надо а вот если хочется посмотреть что-то историческое интересное со всем этим же флером то Андрей Рублев наверное подойдет лучше и там было краски на карте сцена где показано как раз таки восхождение Иисуса с крестом на Голгофу только в немного обработанном виде в другом времени с другим человеком просто эта сцена используется но в других в другом в другом историческом сеттинге времени лучше сказать в другом историческом времени и чем эта сцена меня поразила почему я сюда добавил потому что наверное впервые когда я почувствовал ничего на самое интересное на вопросы из зала успели так вот в этой сцене показывается показывается очень медленно под хоровую музыку как Иисус с крестом восходит на гору и вроде бы ничего в ней не удивляет и не поражает до определенного момента ты на нее смотришь там все происходит на таких же похожих заснеженных заснеженных декорациях и вдруг ты неожиданно для себя замечаешь что там среди людей присутствует кто-то еще тоже одетый в белое и с крыльями и ты понимаешь что там стоят ангелы и они так поставлены что ты их можешь только заметить случайно то есть ты не акцентируешь на них внимание и вот эта случайность когда ты случайно видишь ангела и понимаешь что они там есть меня честно прям в шок повергло это наверное один из наверное первый раз когда тот самый катарсис катарсис я почувствовал когда что-то смотрел и в жизни Андрея и Арсения это наверное один из самых важных моментов потому что ну оба из них были глубоко верующими людьми по-своему но глубоко верующими и вот это вот незримое присутствие в жизни чего-то большего в данном случае бога или любви или веры для них было очень важным и конечно эта сцена я считаю одна из величайших Андрея да на самом деле можно вот только единственное это чуть-чуть единственная вещь что она здесь так вышло что без звука но я могу добавить туда ее чуть-чуть своей так пока я включаю возможно у кого-то какой-то еще вопрос зародился еще какая-то мысль по поводу услышанного по поводу а какие вопросы есть по поводу неуслышанного тоже интересно двух словах тему или тарковский да отец его арсений поэт один из величайших 20 века и в его фильмах Андрея Андрей использует в своих фильмах использует стихотворение отца и вот в частности мы смотрели фрагменты по зеркалу из фильма зеркало и вот немного о нем поговорили так ну что это такое так ага вот так и отдельно чтобы не в тишине я прошу прощения не то хотелось не то так и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо, давайте Пусть пока играет Именно Арсения и Андрея? Я бы сказал, что у его отца и сына была удивительная возможность у одного в слове, у другого в кадре плотность смысла передавать. То есть у Арсения есть малюсенькое стихотворение. Очень его люблю. Могу прочитать. Я рыбак, а сети в море унесло. Мне теперь на свете пусто и светло. И моя отрада в том, что от людей ничего не надо нищете моей. Мимо всей вселенной я иду смиренный, тихий и босой, заблагословенный утренней звездой. Как же в тему. То есть вот эта возможность, я считаю, по сути он передал все свое отношение к миру, к человеку, к себе, к вере, ко всему через вот эти вот 3-4 стишек и они еще плюс очень короткие. Вот. И у Андрея была такая же сила. Поэтому я бы сказал, что наверное по этой причине оба они великие. А вот скажите пожалуйста на себя, в Андреевых здраве есть какая сцена на наших запомниках? А где язычники ночью в пляже? Женщики? Да, да, да. А расскажите о ней пожалуйста, потому что я ее вообще не понял. Вот честно, я посмотрел на ее взгляд, он по-моему в результате этой ночи убивает человека. Ну там он не... Да, ну немножко поясняю, там действительно есть фрагмент, когда Андрей Рублев попадает как Маргарита в мастере ее собственной Маргарите на такую практически вольпургиеву ночь. То есть там происходит прям таки демонический языческий праздник, он неожиданно туда попадает. Ну сказать почему так и что это за сцена я не могу, потому что я могу только интерпретировать. Ну я это понял как искушение. То есть Андрей Рублев он признанный, да, он и святой и показывается сцена, где проверяется его же вера, его же отношения. Но потом он же получается убивает человека, то есть страсть, как бы испытание не пройдет. Ну... Он подается этой страсти, он познакомился с человеком в эту ночь, да, то есть он проникся вот этим вот отличным чувством ТФТ. Он познакомился. Дальше не дал убить эту личность, потому что он больше, чем врага, естественно, который пришел. Но это великий Грек, который он пошел от Кызкина. Вопрос в том, почему, и что Тарковский... Мне непонятно. Я просто много времени попытался думать над этим. Но я, честно говоря, ничему вы не слышали, что это тоже за... Что это был бы показательный, очевидный момент связки, который мне... Ну, я бы мог сказать, что, возможно, еще его желание, на самом деле, где-то очеловечить Андрея Рублева. То есть показать, что и ему решения приходили непросто. Ну, все фрески, все иконы, которые он нарисовал, да, там показано, как тяжело он это делал. Там эта замечательная сцена с колоколом, который они лепили, да, создавали. То есть он показывает, как это все трудно, и что Андрей Рублев, да, такой же человек. И одну просто из интерпретаций, которую я видел этой сцены, что вообще все это не по-настоящему. Что это какое-то некоторое сновидение, которое происходит, и что это у него же в голове. И он же потом за это раскаивается. И как раз-таки интерпретация была такая, что раскаивается он не за совершенное убийство, а за мысль о том, что это было. Она не начинается. Она вся как в тумане. Да, да, вот. Если так это интерпретирует, то получается он раскаивается, да, действительно, за свою мысль о убийстве, а это уже грех. С точки зрения православия и христианства это страшный грех тоже. Да. Спасибо. Да. Вам спасибо большое, что пришли. Мы очень рады вас ждем на нашей библиотеке. И последняя просьба у меня небольшая совершенно. Здесь лежат небольшой маленький опросничек на три вопроса всего лишь. Там есть ручки. Если нетрудно, пожалуйста, прошу вас их заполнить. Это для обратной связи, просто чтобы нам понимать, что нам улучшить, как нам дальше двигаться и что для вас делать. Все. Спасибо большое. Спасибо.